Ну что, Дубасик, привет! Привет тебе! Добро пожаловать! Привет! Расскажи о своей подготовке к турниру, к DreamHack'у. Была у тебя какая-то специальная тренировка, может быть, там, подготовительные курсы? Ну, вообще, типа, я не планировал никуда ехать. Я, когда поехал на Игромир, я, типа, думал просто, типа, занять призовое, да, и, типа, не думал, что возможно для меня вообще, типа, вот эту поездку выиграть. Но так получилось, что Сокрон первое место взял, и это передвинулось, короче говоря, мне. Я такой думаю, ну, блин, ну такую возможность, короче, выпускать, ну, нельзя никак. Типа, это будет, ну, совсем по-свински, да? Ну и, короче говоря, все-таки решили ехать, но у меня не было прям какой-то сильной подготовки. У меня подготовка началась только вот примерно за неделю, когда я узнал, когда там Фокси играет на Герасе, то, что Фокси вообще играет на Герасе сейчас. Я уже более-менее начал готовиться, играл с ребятами, с нашими, с русскими, так сказать, этот, кто играет за Гераса. Вот. Уже старался на него больше делать акцент. Вот. В общем-то, подготовки такой прям, ну, грандиозной, ну, прям такого не было. Я просто старался поддержать форму и готовился к определенному, ну, к тому, что меня ждет. Вот и все. А вот расскажи о своей поездке, ну, о самой поездке в Швецию. Как добирался там, что удалось, может быть, посмотреть там, какие-то достопримечательности. Вообще насчет поездки я ехал не один, я ехал со своей девушкой, с Ламарой. И у нас такая вещь приключилась, что, ну, мы сделали, ну, мне не нужна виза вообще, потому что у меня есть европейский паспорт, а вот ей виза нужна. Мы ей визу сделали, тудым-сюдым, и, короче говоря, выезжаем, ну, на двух разных рейсах, потому что мне же оплачивали, да, мне покупали сами, ребята, эти, поездку. И получается, что мы на двух разных рейсах поехали туда. То есть я приезжаю в Хельсинки, она приезжает в Мюнхен, и, короче говоря, она мне звонит и говорит, что меня, короче, через границу не пускают. А оказывается, есть такая штука, что вот через такие страны, когда едешь, вот через Германию в основном, там проверяют твою бронь и количество денег, которые у тебя есть на счете. И так получилось, ну, все деньги были у меня, бронь была у меня, короче говоря, и девушку мою через границу не пускают. Получилось так, что я ехал в это время, ну, короче говоря, я уже поднимаюсь на самолете, мне девушка звонит, говорит, типа, что-то не пускают, и все, и связь пропадает. Слава богу, я этот, там час всего летел, этот, выхожу, а там она уже позвонила моему другу, он ей этот, и скинул бронь там, и скинул и денег на карту там, и, короче говоря, справилась. Как-то прошла границу, мы приехали, и, ну, и все, в общем-то, мы на самом деле по Швеции не особо сильно мы там прям гуляли, и единственное, что стоит реально отметить, это то, что, во-первых, в Швеции все суперчисто и красиво, во-вторых, все супердорого, в-третьих, все нереально милое, и люди прям вот со всей душой готовятся к ближайшему Рождеству, это все просто, ну, как, короче, на картинке, как в фильме. И вот мы, единственное, когда уезжали, еще погуляли по городу, с Вазминейтером и с Нивиком погуляли, и там, ну, просто, ну, и это, ну, обычная Европа, когда в 4 часа вечера все закрывается, короче, ничего нельзя найти. Вот этого, короче, от Европы не отнять, куда вот приедешь, вот всегда так просто. И это еще хорошо, что не средиземно-морская страна, где, короче говоря, люди сначала встают, 2 часа работают, потом 4 часа спят, еще 2 часа работают и закрываются как бы. Ну, нет, там не так было, конечно, но, короче говоря, тоже весело в этом плане. Ну вот, а в принципе, прям вот достопримечательности, ну, нацелено, мы вот не ходили, ну, вот на этом все. А вот расскажи, как непосредственный вот участник, вот, короче, твои впечатления от DreamHack'а, ну, в целом, это же, в общем-то, не файтерский ивент, это видеоигровой ивент, вот, ну, пока что не касаемся именно турнира, International Combat'а, а вот именно вот от DreamHack'а твои впечатления в целом, как об ивенте таком? Я вообще, честно говоря, я не знал даже, что такое DreamHack, когда, до того момента, как я туда приехал и посмотрел вообще, что это такое. DreamHack, это, оказывается, такая огромная вписка, куда приходит куча школьников с энергетиками, подушками и прочим, и просто приносит свой компуктер и ставит его, и с друзьями трое суток подряд играют, короче, в любые игры там. И я прихожу, короче, я думаю, ну, сейчас такой там ивент, красиво, ну, да, там было красиво, как бы, там все очень круто организовано, и денег там очень много, это видно. Но я прихожу, и просто там, знаешь, стоят поддоны, да, на них стоят какие-то картонки, и на них уже компукты стоят, короче говоря, рядом мешки со всякими, просто огромный такой мусорный мешок с энергетиками, с пустыми банками, короче, сожрачка, я такой, блин, что это такое, куда я попал? А потом мне кетчуп объяснил, что, типа, DreamHack это вообще очень клевая штука, куда вот, типа, ты с друзьями приходишь просто трое суток, вы, типа, ни о чем не думаете, вы просто тут сидите, типа, играете, типа, это, в принципе, клево, только у меня вопрос, типа, что мешает кому-нибудь вписаться там, то есть к другу какому-нибудь, да, принести свои компуктеры, как бы сидеть, играть. Дома сделать такое, да? Ну, с другой стороны, да, я могу понять, что прийти на такой ивент, посидеть там, это очень клево, конечно, все. Вот, но, честно говоря, я не совсем такого понимаю, а вот мы играли вот на главной сцене, там была такая уже красивая сценка, то есть не без этого, не без такого, не без крутых мест, короче говоря, на этом ивенте. Ты непосредственно был там в гуще вот этих вот событий, и многих вот интересует вопрос, что же там за технические проблемы-то вот случились на непосредственно турнире, вот после первого боя, ну, вот ты против Фокси, Грэмпа, после первого боя там вопрос какой-то технический возник, который решался где-то около полутора часов. Вот ты на себе вот видел какие-то вот эти вот проблемы технические, и решились ли они после такого перерыва? Да, проблемы были, и, короче говоря, первый бой, который вот мы отыграли с Фокси Грэмпа, то есть там более-менее для меня все было нормально, то есть я боялся кнопки нажимать, наверное, просто я очень мало кнопок нажимал, я просто сидел в блоке и на фуллскрине, и как бы Фокси после боя, типа мне сказал, что было отвратительно, короче говоря, что постоянно прерывалась связь, и я, может быть, пару раз такое заметил тоже на своей стороне, да, но в основном у меня было более-менее еще все нормально, а когда уже сели играть Шартиз против Сокрона, они сыграли первый бой, и, короче говоря, Шартиз говорит, ну, типа, это вообще невозможно, ребят, типа, вообще никак, и мы, короче, стоим, ждем, пока ему там поменяют, и я смотрю, короче, на Мастер, да, а он, короче, у него горит, короче, я смотрю, а у него прям этот, он, ему плохо, и он говорит, блин, вот так вот, каждый турнир Шартиз, блин, со своими вот этими воничными, просто этот, никак не может уже успокоиться, никак не может, короче, уже этот, своими этими лагами, не лагами, там, а потом выяснилось, что, ну, реально, типа, там все очень плохо на этом, на стенде, и вместо того, чтобы, ну, проверить, реально, там, просто по проводу, типа, люди меняли плойки, плойки вообще первой ревизии, то есть вот эти вот с вонючими блютусниками, эти расцарапанные все такие, такое, типа, еще и у Сокрона, конечно, был пат, который, ну, не подключался по USB, короче. Первой ревизии, да. Да, а это вообще, типа, для него эта проблема была нерешаемая, в принципе, это, конечно же, просто кошмар, то есть как решить эту проблему, то есть до сих пор остается неясным, если у тебя, например, пат первой ревизии какой-нибудь, то есть это, я даже и не знаю, вот, я даже не знаю, вот, если бы я был организатором, что бы я сделал, вот, как бы я поступил, потому что, ну, это просто жесть, на самом деле. Ну, вот мы полтора часа посидели, я, честно говоря, до конца не знаю, решили там проблему или нет, потому что я этот, второй бой свой играл уже вне стрима, и там нормально более-менее все было. Там, ну, скорее всего, ну, починили хоть как-то, я хз, если честно говоря, ну, честно говоря, не знаю. Ну, давай перейдем о твоих боях, непосредственно, вот, ты расскажи о своем первом бое с Фокси Грэмпа, для тебя, я так понимаю, не было сюрпризом, что он Гераса взял, хотя вот многие ожидали от него Кун Лава Шансуна, вот ты, например, ждал от него вот такого контрпика, допустим? Не, не, вообще не ждал. Я знал, что он играет на Герасе, он до сих пор играет на Герасе, и он этот, ну, сейчас в основном не слезаясь на нем играет, потому что, ну, просто если ты играешь на Герасе, тебе ничего не нужно, тебе не нужно ни контрпикать, ничего не нужно, ты сразу же берешь Гераса и не, вообще не, как бы, не зависит от того, кого возьмет твой противник, как бы Герас подходит, ко всему подходит практически. И вот к моему матчапу он очень хорошо подходит, короче говоря, мне, то есть это сидение на фуллскрине в блоке, как бы ждешь, пока он песочек сделает, чтобы сделать один дэш, потом ждешь еще одного, как бы еще один дэш, ну, и вот так вот. Но я более-менее наиграл, и там более-менее уже получалось. Когда ты играешь терпеливо против Гераса, у него, как бы, уже больше проблем становится, чем обычно. И эти проблемы у меня получалось доставлять Фокси, вот в углу, но в основном, потому что он, как бы, вообще не чувствовал пушбеки, которые делает, ну, как-то, расстояние после пушбека, которое делает Джейд после своих D4, после B4, то есть это огромный пушбек, очень маленький минус на блоке, и, как бы, он старается Мидом это все проверить, а там Виф Паниш, как бы. Вот этого он не знал, и надо было, вот я сейчас понимаю, что нужно было это больше использовать. Так, в основном, ну, я сделал, что мог, короче говоря, я не знаю, ну, Герас есть Герас, типа, там, этот персонаж лучше всего играет в МК-11, и Фокси абсолютно правильно сделал, что его выбрал сейчас, как, ну, как своего мейна. Второй вот твой бой, ну, он на стрим не попал, я так понимаю, что вообще вне стрима игрались бы именно из-за вот технической, технической вот задержки, да? Из-за этого же изначально же планировалось вроде все бои на стрим. Да-да-да, там время уже поджимало. Ну, тогда поподробнее расскажи о втором бое, все-таки мы его не видели, как ты там играл с Шарк Тисом? Ничего нового, очень все похоже на то, как я играл с Фокси, просто в этом бою мне меньше повезло. Типа, там вообще 3-0, но, ну, типа, вот, как его, до третьего раунда, там вот это вот повод, вот это все, но Шарк Тис больше меня бросал, больше как-то миксил с медом, все вот это делал больше грязи, и у него это работало, как бы, и, а у меня, ну, много вещей, там, некоторые вещи я подропал, и получилось так, ну, короче говоря, этот довольно просто, довольно просто лишь арктисты было, короче. Ну, вот, победил все-таки Нивик в турнире, получается, подскажи, вот, он там как праздновал победу, там, проставлялся, может быть, вы там отмечали? Ну, он не совсем проставлялся, но мы отмечали, это да, типа, мы пошли в бар, сидели там, это точно, типа, и пиво, не пиво, там, вот это вот все. Я, честно говоря, даже не ожидал, что Нивик возьмет, потому что, ну, Нивик в основном всегда играл на Кабале, и не совсем супер успешно, а вот взял вот этого персонажа, как бы, апгрейд, да, Джеки, и как бы у него все вообще замечательно стало, то есть, это был заметен прям тот Нивик, вот старый такой Нивик, который адаптится просто за одну секунду, то есть, там, футис включает, там, и это, походу, вообще его чар, я вообще, честно говоря, я думал, что Нивик это один из самых слабых, а он, короче говоря, всех просто взял на чаре, вот на этом и выиграл. Я, честно говоря, был в шоке. Вообще, по итогу, как бы, своей поездки, ты считаешь ее удачной для себя? Да, конечно, то есть, как она может быть неудачной, если, ну, я вообще никак в минус не ушел, единственное, что нужно было сделать, это вот девушке моей купить эти билеты, и, как бы, все, я получил, опять же, опыт уже в какой раз, то есть, с каждым разом все больше и больше я понимаю про эту игру, вообще, в принципе, про файтинги, потом я посмотрел очень клевую страну и интересную, я провел время с очень клевыми ребятами, то есть, ну, как здесь может быть плохо, да? С кем-нибудь там, ну, помимо вот Шаркиса и Фокси на турнире, с кем-нибудь удалось тебе поиграть, может быть, там, какие-то сеты, может быть, просто дружеские? То есть, так и не получилось поиграть, потому что, ну, там, в основном, все было организационно, вот пришли, там, начали все собираться, там, Сокрон поиграл немного с Вазом, и Нивик поиграл с Шарктисом, и все, то есть, никто больше не играл, так и не получилось у нас этого сделать. Вот подскажи, вот, действительно ли там такое было, что, как бы, зрителей там следили, вообще они были, следили ли они, все-таки это главная сцена, следили ли они за турниром, либо вы как-то сами себе предоставлены были? Как-то вот хайп-то был вот именно на самой сцене? Честно говоря, немного организационные вопросы, они-то, ну, не особо, короче, хорошо были решены, потому что, вот, когда люди играют на большой сцене, над ними нету большого экрана, то есть, когда люди видят, там, как они играют, а экраны есть вообще по двум концам зала, почему-то, то есть, если люди хотят посмотреть, вот, они около сцены собираются, то есть, они около сцены и должны смотреть, например, да, но они, по сути, смотрят, короче говоря, из другого конца зала, там, другие проходят, там, тоже смотрят что-то, о, это где, на главном сцене, а, там, что ли, а, ну, понятно, короче говоря, но, на самом деле, люди даже вот перед главной сценой, которая была без экрана, то есть там максимум вот за игроками посмотреть там, как они играют. Люди все равно себе стульчики ставили и смотрели, то есть как-то там все проходит. То есть в этом плане люди, ну, были заинтересованы, им было интересно. Примерно в это же время, когда вы свой турнир проводили, примерно в это же время там, например, по Smash Bros. проходил тоже крупный турнир, сингловый ивент. Вот ты не заметил, там движуха была, ну, как бы, больше, более заинтересован народ был, потому что все-таки, ну, это не Америка и в Европе, насколько я знаю, меньше Smash Bros. котируется. Насколько он котируется там, на Dreamhack'е был? Я вот, честно говоря, я когда пришел, я понял, что у меня, короче говоря, я ничего здесь не вижу, кроме главной сцены и кучи школьников с компуктерами. То есть я даже не видел, что там турниры по другим файтингам, турниры по другим, там, не знаю, шутерам каким-нибудь, вообще ничего этого не видел, потому что мы вот как пришли, мы свое это все дело сделали, на автобусе поехали как бы домой. И на этом все. Я бы хотел, конечно, на самом деле посмотреть и поинтересоваться вообще, как там Smash прошел, и много ли людей приходило поиграть в него, но вот, ну, вот, короче говоря, вот так, не получилось это все застать. А вот из топ-8, ну, из финалистов, скажем так, ты вот кого изначально считал фаворитом главным? Изначально, так, я считал фаворитом в первую очередь либо Foxy, либо видеогейм. Но, ребята, типа, ну, Foxy себя очень хорошо показал, все как обычно, он такой еще после этого пошутил, а, всегда второй. Типа, а видеогейм, что-то не справился ни с Нивиком, как бы, так, еще кто там был? Воз. Кого вы... А, Воз, да, точно, Воз выбил еще, типа, видеогейм. Типа, Воз в очень хорошей форме, всегда, почему-то. И он, вот, в Австралии, я даже не знаю, как он там, с кем он играет вообще, там, типа, комьюнити, два человека, как бы, и с кем он там играет и так наигрывает, что он, короче говоря, лучших Европы просто вот так вот щелкает к орешке, короче говоря. Вот. И, ну, я вот думал, что Воз вполне себе возьмет, но никак не думал, что возьмет Нивик. Вот, я вот так скажу. А вот, исходя из персонажа, вот, кого ты опасался, например, больше всего? Герса. Все-таки Герс, да? Да, конечно. Даже не, и джабгрейд и Джеки не такая страшная, как Герс. Какие у тебя, вот, подскажи, планы на будущее? Собираешься, ну, например, участвовать на Last Chance Qualifier? Last Chance? Ну, я так понимаю, это же в Америке, я так понимаю. Последний шанс, да. Ну, это будет за день до финалов, ну, скорее всего, Америка, да. Ну, вот, короче говоря, Last Chance Qualifier, это, типа, такая штука, то есть, приз, это то, что ты попадешь на финалы, и все, как бы. И ехать ради этого в Америку, ну, для российского мясника, это такое себе, я тебе скажу. То есть, потратить кучу денег, чтобы получить шанс, попасть туда, где есть шанс, что-то выиграть. То есть, лично я рассматриваю это, как, ну, вообще никак. Вот Кратос может туда поехать, потому что Кратос, он, в принципе, сейчас в очень суперкрутой форме, он показал, типа, себя круто на Неке, и, в принципе, он может идти. А у меня новый персонаж, я ставлю сейчас нового персонажа, и мне, ну, прям совсем не до этого сейчас, потому что, ну, откровенно говоря, у меня мало шансов там. Может быть, другие какие-то турниры ближайшие? Да, были в планах еще турниры от Fighting.ru, но все-таки понял, что я туда не успеваю, и я больше сейчас буду играть экзибишен эти матчи, ну, вот, например, на стримах всякие там, у Кетчупа, там, у Мастерда, на других. То есть, я вот скоро буду в четверг играть Мани Матч с Видеогеймс на одном ТВ-шоу. Типа вот такие вот вещи, я в них 100% буду участвовать, буду участвовать в ESL-е. А вот насчет про-компетишна, скорее всего, я до этого, до второго сезона уже нигде участвовать не буду. То есть, ни в Last Chess, ни в финалах уж точно. То есть, в этом плане это уже можно, короче говоря, закрывать для себя сезон, в этом плане. А вот ESL, турниры Sony, если они есть. Есть, есть. Да, вот. То есть, вот у них буду участвовать, конечно. Ну вот, к слову о новом персонаже, ты вот собираешься полностью пересаживаться, получается, с Jade на Sindel или все-таки нет? Нет. Все-таки в МК-11 иметь одного персонажа в кармане, это, ну, короче говоря, отстойно вообще. Потому что в любом случае в NRS-играх нужно два персонажа, чтобы крыть матчапы друг друга. И, в принципе, Sindel она очень неплохо справляется с некоторыми персонажами, с которыми не может справляться Jade. Но Sindel не может, например, с некоторыми справляться, с которыми очень хорошо справляется Jade, в свою же очередь. То есть, я Jade бросать не собираюсь в этом плане. Да, насколько помню, ты изначально говорил, что ты ждешь ее больше всего. Как бы, упор на нее будет? Ну, упор не упор, но вот сейчас я играю только на ней, чтобы, ну, поставить персонажа. То есть, мне сейчас нужно больше за нее играть, чтобы понять, что к чему, чтобы у меня в кармане был, как бы, персонаж, ну, который мне нравится, и нравится, и геймплей, и вот это вот все. И как бы, ну, и Jade тоже обязательно будет. но, да, я ждал ее очень давно, она, если бы она оказалась S-тиром, то, скорее всего, я бы бросил Синдал, то есть, ой, Jade, то есть, какой смысл иметь два персонажа, если, как бы, один кроет всех, но этот персонаж не кроет, даже, не знаю, она, короче, ей с натяжкой кроет половину ростера, то есть, в этом, в такой ситуации бросать своего, типа, первого персонажа, на котором, типа, очень давно играю, ну, нет смысла никакого. Ну, что ж, давай тогда заканчивать потихоньку, ты вот, что бы ты хотел посоветовать, например, нашим слушателям, те, которые люди играют, либо пытаются выйти на какой-то новый уровень? Самый часто задаваемый вопрос, вообще, который, ну, меня спрашивают, это, на каком персонаже играть? То есть, я даже, я даже не знаю, то есть, ребят, как бы, вы уж извините, я как бы не знаю, как распорядиться уж так в вашей жизни, типа, что мне еще решить, как бы, за вас? То есть, в этом плане обязательно, типа, ну, не то, чтобы обязательно даже, я просто говорю, чтобы просто играть, и на каком нравится. Типа, он не должен быть, типа, этот персонаж, там, супер сломан, или мид, наоборот, тир, чтобы научиться играть, да, или лоу, чтобы еще круче научиться играть, ну, я уж даже и не знаю. То есть, если ты не планируешь быть кибератлетом, то просто играй, на ком хочешь, просто играй очень долго на этом персонаже, и в конце концов, типа, уже получится. Все зависит от времени, ничего не зависит практически от персонажа на начальных уровнях. Ну, вот, это основное, что я хотел сказать, ну, чтобы, типа, часто не спрашивали, вот этот один и тот же вопрос, просто каждый, типа, пять раз. все понятно. Ну, хорошо, Дубасик, спасибо тебе, что уделил время, что... Да, тебе спасибо. Что дал все-таки интервью, это удачи тебе, и я желаю тебе будущих успехов и выступлений, и, конечно же, мы последим за твоим... Маниматч это будет, да, против видеогеймса? Да, да, Маниматч. Да, за Маниматчем против видеогеймса. Напомни, во сколько он будет, в четверг? Он будет, начнется в 11, на канале, как-то он называется, этот канал, короче говоря, в твиттере у меня есть. В 11 по Москве? Да, да, в четверг, в 11 по Москве. В 11 по Москве, ребят, не забывайте приходить на канал, и, соответственно, я думаю, я этот, напишу адрес канала, куда подойти, и поболеть из-за Дубасика. Все, Юра, Юра, спасибо тебе, что интервью дал. Давай. Да. Не за что, давай, Женя. Удачи тебе, удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...